Уважаемые новошатницы, сегодня наш собеседник, начальник управления социально-защитного населения Татьяна Ивановна Нечапуренко. И речь пойдет о социальных выплатах семьям, имеющим детей. Татьяна Ивановна, давайте начнем так подробненько и начнем с семьи, имеющей одного ребенка. Что им положено, какие выплаты? Да, хорошо. Это действительно самый объемный блок предоставляемых нами услуг. Итак, если у вас родился первый ребенок, семья может воспользоваться следующими выплатами. Это единовременное пособие при рождении ребенка, при условии, что оба родителя не работают. Пособие на ребенка из малоимущих семей, на детей одиноких матерей и на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. И на детей военнослужащих срочной службы. Эти размеры пособия, они немножечко повышены от обычного размера пособия на ребенка. Кроме того, можно у нас оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячную денежную выплату на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания, как в народе у нас говорят, молочка, ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, при условии, что доходы семьи не превышают полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В настоящее время она составляет 22 742 рубля. Также можно оформить ежемесячную денежную выплату на полноценное питание беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет, также из малоимущих семей. Кроме того, можно еще оформить пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации. Обращаю внимание, что это вот только для тех, у кого ликвидировано предприятие. Если у вас родился еще один ребеночек, то также мы можем оформить единовременное пособие при рождении ребенка. Это тоже, если оба родителя не работают. Пособие на ребенка точно так же, на детей одиноких матерей и на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и на детей военнослужащих. Также можно оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячную выплату на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания, также ежемесячную денежную выплату на полноценное питание беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет, также из малоимущих семей. – Третий ребенок считается уже многодетной семьей? – Да, 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 да. Статус такой. Если рождается третий ребенок и в возрасте до 18 лет, вот 3 и более, это многодетная семья. – И льгот у них побольше? – В принципе, оформляются точно так же. Единовременное пособие при рождении, пособие на ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячная денежная выплата первого-второго года жизни, ежемесячная денежная выплата на полноценное питание, не буду дальше продолжать, да, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей до исполнения ребенку возраста трех лет, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевой денежный доход населения, сложившийся в Ростовской области. При рождении третьего и последующих есть у нас еще такой вид выплаты – это региональный материнский капитал, тоже для малоимущих семей. Его можно потратить на много направлений, и его можно потратить при условии исполнения ребенку трех лет. Больше направлений, чем остальные? Больше, чем направлений, да, их очень много. В принципе, можно это все узнать у нас в отделе. Есть еще такая выплата, она как бы единовременная, это если в семье рождается одновременно трое и более детей, то выплачивается на каждого ребеночка по 68 479 рублей. При рождении третьего и последующих есть еще у нас режим месячная денежная выплата на детей из многодетных семей, на каждого ребенка, предоставляется без учета доходов. Можно индивидуально обращаться? Конечно, конечно, это все нужно обращаться индивидуально. Ну, во всяком случае, сегодня требуются заявления и некоторые подтверждающие документы. Много, конечно, уже информации мы запрашиваем без участия гражданина, но кое-что все-таки еще предоставляется, некоторые необходимые документы. Значит, многодетная семья также имеет право на компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе на оплату твердого топлива при проживании в домах, где нет центрального отопления и негазифицированный дом, то мы эти выплаты осуществляем. Кроме того, значит, многодетная семья, есть выплаты, на которые имеют право семьи при рождении третьего и последующих детей. Это и на временное денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей и почетный диплом губернатора Ростовской области за заслуги в воспитании детей. Дети, конечно, должны воспитываться достойно. Воспитываются четыре и более ребенка. Ну и, соответственно, принимается решение городской комиссии. Ходотайство направляется в Пентруд области. То есть не каждая семья? Нет, не каждая семья, да, одна семья в год. Кроме того, многодетным семьям с 2019 года возвращена льгота на получение автотранспортного средства микроавтобуса малоимущим семьям, достойно воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей. Ну таких семей тоже у нас мало, да? Да, тоже мало. Но, тем не менее, право такое и есть. И они пользуются этим. Это вот все, что касается многодетных семей. Хотелось бы отметить, что каждая семья может воспользоваться материальной помощью в оплате услуг ЖКХ в виде субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, которая предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно зарегистрированным по месту жительства, при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидия предоставляется гражданам при условии, что их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг рассчитываются по региональным стандартам стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 20%. Назначается субсидия на срок 6 месяцев с последующей перерегистрацией. И второй вид помощи – это адресная социальная выплата в связи с ростом тарифов для населения в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, которое не зависит от доходов семьи. То есть, в принципе, любая семья может обратиться к нам, если раньше не обращалась. Эта программа уже 10 лет действует. И если вы ни разу еще не обращались, то минимальный пакет документов обращаются в наше управление в связи с эпидемиологической ситуацией по предварительной записи. И мы с удовольствием будем эту льготу предоставлять. Еще хотелось бы напомнить нашим семьям, что у нас в управлении соцзащиты предоставляются путевки в загородные стационарные лагеря и санаторного типа бесплатно для детей из малоимущих семей в возрасте от 6 до 18 лет. Наши дети ездят на Черноморское побережье, Азовское, Кабардино-Балкария, Адыгея, Кисловодск. Но санаторного типа, то есть если у деток есть хронические заболевания, то они, соответственно, получают лечение за эти 24 дня. Кому, конечно, что рекомендует врач, но тем не менее это можно получить, и это все бесплатно. Санаторного типа 24 дня ребенок отдыхает, а оздоровительный лагерь 21 день. Подышать воздухом, набраться здоровья. Кроме того, для них же разрабатываются программы, это же не просто приехали и дышат воздухом, с детьми занимаются, да, и родителям поддержка. Тем более можно за лето воспользоваться практически два месяца. Один раз съездить санаторного типа, второй раз можно съездить просто в оздоровительный лагерь. Одному ребенку два раза можно съездить, да. Поэтому мы очень ждем. И еще один момент. Это не будет бесцельное бродяжничество по городу, да, или сидение в этих гаджетах. Все-таки это здоровье детей. Поэтому мы очень ждем. Наши семьи мы стараемся закупать в хорошие лагеря, естественно. Кроме того, к лагерям есть возможность еще нам выплачивать компенсацию за путевку, приобретенную для ребенка в возрасте, также от 6 до 18 лет самостоятельно. То есть родители приобретают путевочку туда, куда хочется им определить ребенка, и приходят к нам за компенсацией после того, как ребенок получил оздоровление. Компенсация производится 100% стоимости путевки детям из малоимущих семей. 90% для детей из семей среднедушевый доход, которых не превышает 150% величины прожиточного минимума. И 50% стоимости путевки для детей из семей, не относящихся к вышеназванным категориям. Величина компенсации не может быть более средней стоимости путевки, утвержденной по Ростовской области. То, что касается сумм, нужно обращаться к нам, потому что они меняются каждый год тоже, и среднедушевые ежеквартально меняются по Ростовской области, ну и стоимость путевки тоже. В настоящее время решается вопрос по увеличению стоимости в два раза путевки. Поэтому более конкретные цифры я назвать пока не могу. Вот это надо узнавать у нас. В период пандемии мы уже выплатили многодетным семьям 5 тысяч. Это единоразовая была выплата, единовременная. И в марте 2020 года было принято постановление правительства Российской Федерации по ежемесячной выплате на ребенка от 3 до 7 лет, включительно размер которой в настоящее время составляет 5 549 рублей 50 копеек. Выплата назначается детям гражданам Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ростовской области, на второй квартал года предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В настоящее время он составляет 10 673 рубля 37 копеек. Эти выплаты уже осуществляются, и способ подачи заявления приветствуется любой. Это и через портал госуслуг, и через многофункциональный центр, ну и на приеме у нас. Единственное условие – это, конечно, предварительная запись пока. В настоящее время решается вопрос о размере данной выплаты, то есть с 2021 года при определенных условиях. Обращаю ваше внимание, что, учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию, некоторые виды пособий на ребенка были продлены автоматически. То есть это коснулось тех выплат, срок перерегистрации которых наступал с 1 октября 2020 года. Это пособия на ребенка, это ежемесячная денежная выплата на детей 1-2 года жизни, ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей, и ежемесячная денежная выплата на первенца. Ранние были продлены до 30 сентября 2020 года. Далее все прошло автоматически. Точно так же продлилось автоматически и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Тоже на полгода. То есть получается, у кого-то там продление с 1 января будет 2021 года, у кого-то с февраля и так далее. Нужно обращаться в управление социальной защиты населения, проспект Ленина, 6. У нас есть телефоны горячей линии. Это 2.12.60 по вопросам пособий на детей и 2.08.14, это по вопросам субсидий, льгот и адресные выплаты по воде. Можно позвонить, все узнать, не обязательно приходить. Да, не обязательно в настоящее время, тем более. Можно позвонить, можно электронно на нашу электронную почту задать вопросы. На сайте есть все наши контактные данные, на официальном сайте это администрация, сайт Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, там тоже есть наша информация. На портале госуслуг, в принципе, многое можно чего посмотреть и узнать. И есть еще Минтруда области, тоже сайт, там тоже много информации полезной для граждан. Ежегодно проходит индексация денежных выплат на ребенка. Мы уже такую информацию имеем. Загружать эфир этим не будем. Все это можно узнать у нас в управлении. И, собственно говоря, мы будем эту информацию давать в средствах массовой информации. Дорогие новошахтинцы, в преддверии Нового года поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам, прежде всего, здоровья, благополучия в семье, терпения и удачи.